и снова здравствуйте всем привет и так давайте сейчас этому персонажу привяжем вот эти вот магазины пистолеты сделаем вот этому ремню значит кое-какие кости добавим и посадим этого персонажа значит на коня да погнали так что у нас есть давайте сразу смотреть видите у нас ремень был привязан в миксама вот они есть тут вертикс группы до назначил именно миксамовский рик но у него прописана еще анимация мы должны удалить так что еще у нас есть пистоли у нас значит без ничего так на бляху тоже стоит значит у нас анимация выбираем бляху выбираем пистолетки и значит тройка на нам поди берем мов и все это дело выводим вперед можно назад потому что тут кости ну чтоб нигде ничего не привязалась но и назад принципе будет нормально смотреться можно вывести от единицы нам по видите тут будет неудобно допустим вам вставлять кости можно вывести в бок без разницы так н а сейчас н панель скрин коски ну и н панель закроем так что нужны кости так пистолеты так это семерка на нампаде давайте их уведем в другое место так выбираем рик выбираем edit mode тройка на нампаде с головы вытаскиваем какую-нибудь косточку значит это е alt и clear parent и значит подставляем ее к нашему вот этому ремню семерка на нампаде и так как она посередине мы ее перетащим и тут такой вопрос привяжет ли это все делаем к ремню давайте сделаем ей с побольше чтобы она захватила все вот эти наши детали тройка на нампаде вытащим из нее и вот эту косточку сделаем alt и clear parent и значит это будет у нас бляха пусть она тут и стоит мы к ней потом все это дело привяжем и будем ей потом руководить даже нет на бляху еще поставим так и сделаем с чтобы она захватила весь мышь как это кость вяжется к этой кости control п keep offset ни одна кость не должна быть отвязана так теперь у нас есть вот эта штука она будет содержать ну нам вдруг понадобится где-то ну пока вот эти подправить да можно конечно потом все это ошибки ими делать но давайте сделаем shift d добавим одну косточку сюда вот так alt и clear parent она отвязана и вот теперь мы ее выбираем вот эту косточку и делаем так shift d сочетание клавиш да и вот от этой точки перевернем ее в эту сторону получается если мы начнем их там когда-то крутить вертеть то у нас вот эта середка и все будет отодвигаться все будет хорошо так мы смотрим чтобы это дело конечно все было в ремне так теперь вот эти две косточки вот эту вот эту вяжем к этой кости control п keep offset она у нас будет основная так теперь с этим делом понятно так вот этот хлястик не нужен это не принципиально теперь что делаем от этой косточки от главной вытаскиваем еще косточку и вот в эту сторону сделаем так что у нас alt p clear parent отсоединим ее и смотрим нам нужна она на вот этот ремень так р поотгадываем и на ремне на ремне не будем их полоской допустим делать это очень будет неудобно просто сдублируем и сделаем shift d много их тут тоже не надо потому что нужно зафиксировать край потом зафиксировать значит как ее называют зафиксировать середины и в принципе все будет хорошо так здесь вот смотрите внимательно чтобы все шло по ремню так теперь это вот можно уже низ тут подфиксировать но опять же вот эта косточка вот эта косточка нам тут не понадобится да значит что нам нужно нам нужно тройка на нападе просто привязать вот эту большую штукенцию значит к нашей кости вяжем таким образом смотрите вот где будет центр так допустим без разницы что кость перевернута это по барабану крутится будет она значит вот от этой точки этого нам не надо так давайте на правда что заменим ее что-то она вся перекрутилась вытащим какую-нибудь косточку ем и теперь alt p clear parent и g подставим ее к точке нашего ремня вот чтобы она крутилась именно вот из-за этой точки вот с центра ну почти с центра да тогда нам будет удобно это все делаем перекручивать если сверху она будет ремни перекручивать будет нехорошо так и вот от этой косточки теперь е выпустим еще одну косточку alt p clear parent так она соединена так подставим ее аккурат значит тут к этому нашему стыку ну чтобы подправлять друг там что-то значит эту косточку вяжем на эту control и и полсет эту так магазин вяжем центральные косточки он трал пики пол сет и вот эти все кости вот эти все косточки вот эту вот эту вяжем центральной control пи и полсет Так, теперь что мы можем сделать? Сделаем Shift D и сдублируем G. Одну кость можно вот сюда поставить, здесь спина и в принципе там если будут какие-то у вас смотки, там еще и плащ, то в задней части будет не видно. Если не понадобится, ее всегда можно выделить и нажать Subdivide, поделить и перевязать. Так, это тоже вяжется к центральной. Все, в принципе здесь все у нас сделано, мы теперь это все дело выбираем. Так, не забываем никакие кости, центральные нам не понадобятся, делаем Shift D, дубликат, правая кнопка мыши Mirror X Global, переводим значит в эту сторону. Ну и здесь с этим мы все закончили. Так, теперь нам нужны пистоли. Единственном паде, с какой-нибудь косточки вытаскиваем косточку, Alt-P, Clear Parent и значит мы это все дело к нашим пистолям. Так, смотрим, пистоли опять же куда ее поставить, там где будет рука, тогда выбираем вот таким вот образом и где значит рукоятка, вот от рукоятки и будем вязаться. Косточку можно сделать побольше, чтобы она зацепила все, допустим, если будет привязка весами, если будет бонами, то тогда без разницы, вот просто делаем косточку и все. Shift D, здесь тоже вот так ее подправляем. Так, ну, смотрите, чтобы у нас кости не закрывали какие-то элементы, мы их, конечно, заменим потом на какие-нибудь финиджеры, там, цирклы, еще какие-нибудь, но это будет так. Так, пистолеты. Пистолеты мы вяжем, вот, каждый пистолет к своей кобуре. Ctrl-P, полсет. Вот, этот пистоль вяжем к этому, значит, Ctrl-P и полсет. С этим делом все понятно, все хорошо, все доделали. Теперь что делаем? Нам нужно привязать ремень. Выбираем центральную кость ремня и где он будет, допустим, на тазе. Вот вяжем его к тазовой косточке, Ctrl-P и полсет. Все, теперь Object Mode. Смотрите, что делаем. Нужно нам выбрать бляху. Так, что-то у меня подгоны уже, который раз, да? Так, выбираем бляху, крайне вбок ее отводим. Заходим, выбираем кости, заходим в Edit Mode и косточку бляхи выводим ее вперед. Чтобы бляха не связалась с ремнем. Тогда мы уже ничего не сделаем, будем вертеть ремень вместе с бляхой. И это будет некрасиво. Так, ну что, смотрите. Ремень, ремень, он цельный. Можем его просто завязать на кости, решив Ctrl-P, и сделать автоматическими весами. Так, бляха. Бляху можем назначить, выбираем бляху. Вот так покажу вам. Выбираем кости, заходим в Post Mode, выбираем эту кость и Ctrl-P, пусть будет бон. Так, есть такое дело. То же самое проделываем с пистолетами. Выбираем один пистолет, выбираем кости, заходим в Post Mode, пусть они будут бонами. Ctrl-P, бон. Так, и следующий пистолет, выбираем, делаем Post Mode, Ctrl-P, бон. Так, есть такое дело. Object Mode, выбираем только кости, заходим в Post Mode, и нужно все это теперь собрать. Смотрим, чтобы у нас косяков не было, если косяки будут, будем решать этот вопрос. Вы видите, что вся сцепка движется вместе. Значит, чтобы не было раздора, выбираем эти косточки, подгоняем назад, они тут и были. Вот. В принципе, тут все оно и будет находиться. Вот, попали вроде бы. Так, и теперь, значит, бляху, вот эту бляху, возвращаем на место нашего ремня. Центральную кость выбираем, протаскиваем, возможно, вперед, единица на нампаде, и возвращаем к нашему персонажу. Смотрим. Анимации у него нет. Проверяем, если мы выберем, значит, центральную кость, вы видите, что ремни, все движется вместе, значит, к нашему персонажу. Так, это дело хорошее, и все это нормально. Так, теперь, сохраняем все это дело. Заходим в Object Mode, Alt-H, я верну, значит, плащ, зайдем, так, нет, Ctrl-Z, мы же еще не заменили кости. Кост-Mod, давайте заменим кости. Так, на ремне, вот эти все косточки, маленькие, большие, всякие, так. Смотрим, чтобы пистолеты не выбрать, да, заменим, значит, ну, пусть будут сферы. Rig Tool, находим сферы, меняем, смотрим, какой размер нам подойдет, чтобы, ну, тоже не теряться, чтобы их потом не шупать там, не искать. И, значит, если где-то они куда-то не так установлены, можно их чуть-чуть припустить ниже какой-то, допустим, кости. Все равно будут выбираться, все, но зато их будет видно. Так, назначим какую-нибудь им группу. О, пардоньте, вот они еще у меня, косточки. Повторяем. И теперь, значит, выбираем группу какую-нибудь, чтобы видно их было. Вот желтый очень хорошо видим. Вот так. Его и выберем. Так, что и как быть нам с пистолетами? Вот вопрос. Вот она еще одну, кость не выбрал. А ну-ка. Крит. Исижин. И вон она еще одна. И вот она еще одна. Забыл. Так, теперь. Магазины. Магазинам можно добавить или кубы, или финджеры, допустим. Тогда уменьшаем их размер. Ставим цвет какой-нибудь, пусть будет синий. Так, синего много. Давайте поставим зеленый. О, так виднее будет. Так, вот пистолеты. Пистолеты, наверное, лучше сделать кубами. Вот так их будет видно. Один будет пистолет, значит, зеленый. Один будет... Так, желтого здесь многовато. Пусть будет красный. Зеленый плохо виден. Давайте синим поставим все-таки. О, красный, синий. Все замечательно. Все. У нас маска есть. Заходим в Object Mode. Панель можно отключить. Alt-H. Возвращаем наш плащ. И, значит, сохраняем сейв базовый вот этот файл. Потом я еще в группе позаменю, значит, файлы вот эти, которые предыдущие удалю. А эти, может быть, не может быть, а добавлю, если они кому-то интересны. Так, ну теперь другой вопрос. Что хотелось бы сделать? А сделать хотелось бы вот какую фишку. Файл. Линк. И находим, где я сделал коня. Так, у меня бег. Есть походка. Вот она. Так, это значит, находим коллекцию. Находим коллекцию. Так, коллекцию нужно еще доработать. Там всякого я не поубирал. Open Horse походка. Так, cancel. Это delete. И еще раз пересохранюсь на всякий случай. Так, файл значит Open Horse Rigging. Заходим в Object Mode. А ну-ка. Есть еще над чем поработать над мягкостью вот этих вот мышц. Где-то еще что-то. Ну, в принципе, походка, я думаю, получилась. Если сзади смотреть идет, если сверху смотреть, что-то движется. Спереди вроде не так уродливо. Ну, а сбоку, если что-то будет показываться, то косяки можно как бы вот в этом плане уже не видно косяка. А на фоне какого-то объекта, возможно, косяки можно будет прятать. Так, ладно. Арматура. Значит, нам нужно удалить камеру и свет. удалить вот эту штуку. Ну, и в принципе, все. Можно даже удалить вот этот план. Так, это делаем в файл Save As. Сейчас по новой сохраняем. Это значит, плюс идет, да? Так, это есть такое дело. Теперь заходим опять, открываем нашего комбоя. И к нашему ковбою давайте линкуем эту сцену. Так. Так, нету. Я новую создал, да? В файл link находим, где находится наш вот этот хорс ригинг. Походка. Вот она. Коллекция. И вот она. Коняра. Так, а ну-ка, мне вот интересно, этот персонаж, какой у него размер. Что-то он такой большой или конь у меня маленький. Так. Ого. Дядька, 22 метра ростом. Ну, не суть вопроса, ладно. Сейчас можем его уменьшить. Ctrl-I. И делаем единицу на нампаде. S. Так, смотрим, тройка на нампаде. Что у нас тут? Ну, где-то нормальный, наверное, размер персонажа. Так, тройка на нампаде. Выбираем, значит, его риг. И под ней, так, заходим в PostMode. Выбираем только площадку, потому что если будем выбирать другие части, как, ну, как на обычных ригах, то всё будет растягиваться, разваливаться. Так, ну и что, давайте его посадим. Так, не ту выбрал косточку. Так, отключу пока вот видимость, значит, текстур. Оно, конечно, с ними веселее, красивее, но... Так, есть. Дядька сел. И вот вопрос ещё, смотрите, по плащу. Для этого ролика, допустим, где он едет на этом... На лошади, я думаю, здесь не получится так его прям сильно оттянуть. Но, в принципе, тут он на лошади едет. Плащ как бы под ним. Можно чуть-чуть его тут ноги оголить, как будто он там спал. Можно это всё дело, конечно, обыграть. Постараемся это всё потом сделать. Так, значит. Находим. Тут вот теперь, видите, нужно смотреть, где у него вот эти колени. Так, раз. Тут вот другой вопрос. Не сильно ли он большой? Ну, в принципе, нет. Если что, лошадь можно будет увеличить. Так, тогда поднимаем стремена, вставляем в нашу вот эту ноги. Так, вот они наши стремена. Так, семёвка на нампаде. Можно ещё ноги R перекрутить. Чтобы они, значит, нормально были. Так. И, наверное, значит, их подальше в эту... Тремена. Так. И тут тоже. Ну, чтоб нормально там. Нога залезла, так, залезла. Так, ага. Вот ещё тут ремни сейчас будем поправлять. Так, джинь. Так, ну, это многовато. О. Видите, теперь ремни у нас надо будет как-нибудь их под низ загонять. Так, есть такое дело. Я хочу, чтобы он ехал, как старый индейец. Это фильм был, как он назывался, «Золото Маккена», да? Так, это значит R. И каждую косточку. Вот так как-то, да? Так, находим тазовую кость. Так, всё нормально. Так, с руками. Теперь с руками, чтобы всё нормально было, мы их вот так сейчас выровняем. И сразу им пальцы подсогнем, чтоб потом уже не мается. Так, выбираем одни фаланги. R. Подгибаем. Смотрим, чтобы пальцы тут сильно в боки не уходили. В боки, в боки, в боки, в боки, в боки. Так, вот эту штуку вот сытываем. Только на нампаде, единица на нампаде, делаем R. Вот куда пальцы, видите, гнутся. Значит, нужно их ещё подсобрать. Рука вот эта прикольная, красиво выглядит, когда он там, это. Но вот сгибать, видите, одни пальцы длиннее, одни короче. Кисть руки не очень хорошая. Надо будет её как-нибудь заменить. Но уже персонаж есть, как бы не хотелось бы. Ну, можно поприкалываться и так. Так, это значит R. И этот палец, значит, побольше. Загибаем. Так, это тоже побольше. И значит, эту фалангу соседнюю. Так, это мизинец, а где ты? Ну, вот так. Пойдёт. Так, это значит, рука тоже такая же штука. Но эту мы сделаем поменьше, значит, из ёжов. Тройка на нампаде, единица на нампаде, R. Так, подкрутим, значит, наши пальцы. Вот тут вот так вот разливается всё. И получается, что иногда очень глаза устают тут на эти кости смотреть. Ну, ничего такого. Ну, всё. Как говорится, справим всё. Сразу пропишем. Это будет A. И немножко повторения мать учения. Значит, почему не появилось окошко? Потому что здесь вот актив, кейнг, сет. У меня стоит локация, ротация. Если я тут отключаю, то нажимаю, допустим, английское и, и у меня высветится окошко. Но постоянно его открывать и постоянно вот это вот вводить очень много времени уходит. Я раньше этим очень занимался часто, да? Здесь вот теперь как-то попривык, что раз нажал, и она всё прописывается быстренько, всё хорошочко. Так, английская A. И прописка прошла. Но мы ещё персонажа не посадили полностью, значит, в нашу позу. Так, эта рука, значит, у нас вот эта. G, английская, R. Держится, значит, за седло. Вот тут у меня на седле такая же есть импа. Так, а эта, значит, должна держать G вот эту поводью. Так. Поводья я потом уже на лошади пропишу. Значит, мне нужно точно знать, где будет рука вот эта с поводком. Ну, где-то вот здесь вот впереди. Вот так. Так, прописываем A и лошадь идёт, но нужно создать нашему персонажу вот эту движуху. Получается, где лошадь, оп, поднимается вот тогда. Здесь вот она опущена, здесь раз идёт подъём. На подъёме мы, значит, выбираем нашего персонажа и поднимаем его кверху. Так, вот видите, пистолеты тут вот анимировать тоже интересно будет. На плащ ему будет снять так и прописка. Так, вот здесь ещё какая штука. Хорошо бы, значит, если он поднимается, чтобы как бы ноги у него ещё напряглись. Так, чуть-чуть их опускаем и можно их чуть-чуть раз так перекрутить. Ну, чтобы движуха была. И, значит, создаём движуху нашим вот этим коленям. Это G. G чуть-чуть. Ну и этот. Где тут он находится? Вот он. А, не. Так, вперёд его выведу. А ты его увёл. Так, есть такое дело. И, значит, когда он поднимается, у него ещё, как бы сказать, ну, тело всё равно балансирует. Да, вот чуть-чуть создадим ему вот этой вибрацией. А, и прописка. Так, здесь он уходит вниз. Ну, в принципе, о чём? Можно первый кадр с FD. Вот его куда-нибудь. Так, подъём. Здесь идёт опуск. Опуск. Вот он. Значит, это G сюда. Потом идёт тоже, но уже маленький подъём. Так, что у нас с ногами? При подъёме ноги упираются, значит, в поводе, а и прописка. Так, сколько у меня тут кадров на лошадь? Так, 33. Значит, ставим 30 кадров, чтобы был мягкий переход. Так, и вот смотрим. Видите? Он едет-едет, но у него здесь вот в конце должна с FD быть вот это, конечно, первый кадр. Вот, раз. И вот где он вот это клюёт. Так, а ну-ка. Если 26-й делит убрать. Так, а без 26-го неинтересно. Так, мотаем колёсико. Смотрим, что тут ещё. Так, подъём. И пропишем немножко, давайте ещё кадры какие-то. Так, это тогда ноги должны подняться кверху, да? Прописка. Прописка. Значит, можно чуть разогнуть. Так, вот этот кадр тогда 19-й делит. Так, и где-то у него вот этот вот. Ага, вот она. Так, вот это, значит, мы ещё опустим чуть-чуть на седло. R побольше, значит, здесь выпуски. А, и прописка. С FD дублируем на 33-й пускай будет. Так, что тут с пятым кадром? Так, как убрать вот, допустим, дёргание? Вот где-то у вас попался, как вот у меня, допустим, кадр. Вот он постоянно, видите, дёрг идёт, дёрг, дёрг. Почему? Потому что, значит, 26-й голова в одной позе, а кадров не хватает, чтобы, допустим, как сказать, вот здесь вот можно подправить. Смотрим, этот кадр, видите, большая амплитуда. Так, у этого большая амплитуда, здесь низкая, и нету мягкого перехода, да? Добавим, смотрим. Тогда мы здесь R, переходик, это добавим. А, и проверка. Сигна, значит, здесь голова задрана, мы её тут на первом кадре подведём ближе к тому. Значит, и прописка, и, значит, выбираем кадр и 6D наконечен. О, ну, теперь нужно подправить позвонок. Смотрите, раз, видите, вот этот изгиб, ломка идёт. Ну, вот этот позвонок, кость выберем. Вот с этого кадра, с FD, перекачаем на этот. Да, вот здесь вот большой подъём. Р, и прописка. Так, ломка почему идёт? Так, поставим 32 кадра. Вот, всё, мягче стало. Какой-то кадр не хватало. Так, да? И теперь смотрите, больше, когда что-то делаете, вот, добавляйте больше каких-то движух. Вот, допустим, делим анимацию, и вот раз он едет, хоп, вперёд, поднимается, здесь локти у него отводятся, допустим. Да? Можно добавить подъём ключиц, допустим. Вот, на этом кадре, дальше R. Находим ещё одну ключицу, ещё её приподнимаем. Прописываем A и локрот. Прописывайте на тех же кадрах, которые есть, вот на этих. Постарайтесь не добавлять новых кадров, потому что, если у вас какой-то косяк пойдёт, вам потом очень много кадров нужно пересортировать, а так вот, ну, 3, ну, что, 5 вариантов всего. На каком-то косяк будет. Ну, 5 вариантов, это не 10. И так что... Так, значит, ключицу мы поднимали вот на этом кадре. Тогда он опускается, и на этом кадре тоже их можно поднять. А ну-ка, R. А ну-ка, CTRL-Z. Так, R. Можно даже G. Он, шевелить, как бы, ключицами, да? Если, чтобы не крутить, а просто так G. Раз там назад, я отодвинул. Допустим, вот раз, плечо там назад или оп, вперёд. Прикольно тоже. Так, что ещё? Ну, и теперь, значит, лобки, вот этот, лобка G. А этот можно отвести. А, и прописка. Вот идёт где-то удар. Вот раз он подпрыгивает, всё, он прижимается. Опа, задержка у него. Так, вот он удар. Так, а как мы его исправим? Вот на этой косточке. А ну-ка, R. Пропишем, и посмотрим. Ну, сильный опуск. Видите, удар идёт там. Субтитры сделал DimaTorzok. так а если уменьшить вот эту амплитуду за счет подъема вот на этом кадре так а ну-ка и а ну-ка о все поймался кадр смотрим что получилось в принципе неплохо так теперь нужно какую штуку давайте магазины пропишем зайдем в object mode аж снимем с него вот эти вот все принт синдалы выберем кости post mode и смотрите что у нас получается кость у нас привязана тазовая вот это вот ремня к тазу и видите мы можем теперь корректировать так это мы можем корректировать но фишка в чем что уже вот болячка вот этих всех значит ремней что они западают очень глубоко так g так вот это что это косточка значит косточка вот этого ремня этот видите ремень хорошо виден так теперь у нас есть пистолет и где у нас тут а ну-ка а ну-ка вот этот наш finger так и значит чуть-чуть его можно к верху приподнять все это нормально найти бы теперь вот он да ну так он нет это не он так вот это это не то это 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 где видите как пропали вот эти они вот они в середине да так это ремень это это тоже ремень это тоже ремень это тоже так вот этим попробуем поиграть так а ну-ка ты вот так еще можно как бы подправить да ремень ремень в принципе видать пистолет и видать теперь значит вот эту штуку тоже выводим в бок так ну чтобы недалеко а значит от нашего персонажа перекручиваем где-то там подтягиваем где-то вытягиваем где-то не вытягиваем так и находим главное найти вот эту косточку вот это а ну-ка она нет это косточка на той стороне надо их побольше сделать потом на другом риге можно поболяя их засобачить так вот ремень все ну тут подправиться подтянется не вопрос так вот он еще чуть-чуть убежал прописываем а и теперь смотрите все анимации с пистолета так погодите вот именно с пистолетов вот этих так вот ремень выберем тоже вот эта вся штука делит ctrl z и теперь нужно где у нас прописан вот эти пистолеты вот на этом кадре да вот каждый остальной кадр поубирать так так и можно значит вот этот каждый cfd продублировать и пока поставить их везде вот cfd так теперь вот желательно еще вот эти кости которые мы двигали вот эти все поубирать которые менялись да вот допустим этот этот ну как то так то и прописываем и локация ротация вот это все не нужно удаляем так вот это значит cfd на все кадры так есть такое дело да так а ну-ка теперь нам нужно тройка на зампаде р подгадать нашу вот эту косточку значит прописываем и где он тут едет раз вот опа опус да тут тоже значит р побольше прописываем и так тут он уже держится и значит на девятом кадре тоже р и прописка и на первом кадре и прописка да так этот кадр можно делить убрать а первый shift д продублировать так на каком тут ремень западает значит на этом да р можно значит это g а h это значит g можно где-то приподнять где-то перекручивать там где-то доводить вот крутить его короче да так и прописка где-то какие-то кадры можно delete удалить допустим вот и вот они видите мотыляются но так это здесь раз здесь опуск идет значит g поднимаем r перекручиваем подгоняем g подтягиваем и прописываем вот чуть-чуть мотыляются нормально да ну можно еще сделать чтобы они как бы синхронно уходили в закат да так бы вот еще r чуть-чуть на каком-то кадре допустим на этом r прописка смотрим что получилось вот уже поменьше такой не сильно балтихается так теперь выбираем центральную кость вот еще видите почему я многие кости стараюсь не заменять потому что вот в этой значит заварухи пояса я эту бы костерю искал очень долго так тут на пальцах бывает оставляю кости где-то вот в тех местах где искать их трудно и где они лучше чтобы их было видно так отключаем видимость костей смотрим вообще что я тут творю да так вот повыше поднимаем прописываем и включаем видимость костей первый кадр cfd на последний g так теперь тут же у нас тоже кости есть видите и мы их можем тоже прописать на каком-нибудь одном кадре так раз и вот он тоже g а тут еще есть видите поясные вот для этого мы их и вставляли чтобы вдруг если что-то где-то западет опа мы их нашли и подставили так выбираем наши вот эти кости вот которые сейчас менялись да и значит что у нас двенадцатый кадр делаем шеф д ставим его на первый вот эти все кадры теперь можно удалить и смотрим где он едет оп вот запал у него да так это шеф д ставим его сюда где-то что-то можно еще значит здесь подправлять вот раз подтянули где-то там повыше его какую-то вот часть тоже вперед чуть-чуть чтобы меньше таких растяжений было плохих раз и вот эту косточку тоже опа а и чтобы все не выбирают и смотрим так так что вы добавим еще давайте одну вот раз и добавим одну ключицу еще движуха так вот эта ключица значит G уходит вперед и прописка значит на этих кадрах она делит на этих тоже делит ну вот вроде бы нормально вроде бы нормально будет так сохраню пока файл с это значит ковбой но не не так что еще можно сделать тут вообще можно заниматься до бесконечности вот хвост давайте ну это уже у коня буду анимировать в другом файле по плащу давайте посмотрим теперь alt h вот есть у нас плащ итак давайте разберемся значит с плащом заходим значит выбираем шиптей и значит до предела теперь что можно придумать заходим скульп мод и значит тут это дело с помощью вот этой кисточки тянучки так ctrl z ctrl z ctrl z так тут вот еще видите как бы вот эту всю штуку с рукавом не затянуть да давайте аккуратненько как то вот таким образом тут складку сделаем так так тут теперь вот эту штуку подтянем и значит скроем наши пистолеты пистолеты а ну-ка если мы шифтом тут выгладим вот так вот так да и прижмем поближе так пистолеты можно даже оголить немножко мне мне это не есть хорошо вот пусть лучше вот так вот будет да так так x-симметрию отключаем ну как то так то да вот вот чтобы тут тоже не проваливался примечаем смотрим где у нас пистолеты прям хорошо закрываем это все дело так и тут получается значит это дело прописываем добавляем еще один шипкий и шипкий уже добавим чисто вот на эту на пистолеты чтобы раз вроде бы как бы выпирал это да тут так прописываю и дальше раз так вот здесь чуть-чуть можно пистолетом еще поиграться поводить а ну-ка и так тут не получится это дело сильно убрать ну если он будет в плаще ехать в принципе пистолеты можно спрятать куда-нибудь поглубже вот эти рукоятки чтобы они сильно тут не ну как не вылазили ну в принципе пойдет на первый раз значит пойдет тут мы спрячем костями потом в принципе нормально так теперь что сделаем смотрите в обзор мод выбираем нашего вот этого коня и делаем ему коллекции делит все оставляем нашего вот этого персонажа только и поедет файл сейф ас это значит ковбой на коне вот мы его переписываем главное еще не запутаться чтобы какие то файлы не удалить хорошо если что-то исчезнет можно в группе это дело докачать или на флешке у меня значит сохранено так теперь это сохранено файл теперь open нам понадобится так 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 десстоп хорс риггинг и значит здесь у меня другая анимация есть коня так давайте ему подключим значит его текстурки обжиг нот арматура видите вот плохо что здесь вот я не поменял вид костей это я займусь потом позже так арматура есть теперь камера свет тоже мы удалим план нам не понадобится подгрузим ему значит шейдер шейдингов текстурки это open хорс текстуры коню подключили теперь подключим седлу и теперь подключим хвосту так еще вот есть глаза ну и что сделаем файл вот это все save сохраним так файл open допустим проверяем походка есть чтобы косяка не упороть чтобы все не пропало базовый есть этот походка походка тоже есть все нормально так теперь что делаем это сохранили открываем файл так ковбой на коне ну чтоб сильно не заморачиваться мы перепишем этот еще вариант и добавим файл линк добавим значит дестоп хорс так есть такое дело здесь у нас поменьше значит покадровка ставим 14 кадров так на 14 кадров значит он он подлетает это все нормально потом тройка на нампаде выбираем нашего персонажа заходим в post mode и здесь уже значит дописываем его здесь он просто сидит значит джи переписываем вот эту вот всю штуку так и здесь он уже не сонный а будет нестись нормально да тут еще нужно будет переписать ему стримина так выберем только ноги и ноги можно увести чуть подальше так вот раз пропишем а и блок рот так этот кадр девятый джи переводим где-то на пятый так что-то я не пойму а ну-ка так вот эти кадры можно теперь удалить так он каузет тут за исключением ремня да ну ладно сейчас все это дело посмотрим зайдем в обжиг нот отключим аж наш плач выберем значит на риф нашего персонажа зайдем в post mode так теперь выберем вот эти верхние кости выберем первый кадр shift d дублируем так вот здесь он должен сидеть уже так здесь у него должны быть перекручены вот эти кости ровно сидит короче а и прописка и значит тут эти кадры тоже будет печальная штука так как мы это все дело сделаем ну нижняя часть нам понятно нужна а мы ее всю выберем делаем control и и тогда вот эти ненужные кадры где он сидит удаляем так сюда значит прописываем shift d так английская а вот эти тоже пистолеты не нужно уже дело первый кадр делаем shift d на 14 и ищем вот эту вот болтыханку да вот там кадр значит этот делит и под седло его сейчас подделаем раз здесь он пошел к верху так одна рука у него держится за седло другая значит подтягивает ремень вот здесь вот таким вот образом вот так эти перекрутим ну как в кино да оп так это а и прописка и тогда на первый кадр последней shift d который мы исправляли перекидываем так здесь он сидит здесь он сидит сидит здесь уходит вниз и вверх вот пока ну ка здесь вот какие то это событие где то вот так оно так вот здесь руку значит приподнимем джи пропишем значит cfd и сюда руку так теперь видите она на месте стоит и получается когда когда конь начинает бежать вот эта рука у него должна значит джи веревку как бы на себя подтянуть да вот так и кисть чуть-чуть перетянуть а и прописка вот все рука начала двигаться пошел 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 присел так так или получается так или получается вот здесь он должен не присесть наверное а подняться ну да ну да и прописка а ну-ка так а здесь он должен опуститься так 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 cfd с последнего на первый кадр копируем и вот видите что рука сильно тут вот значит сильно она тут работает да тогда один кадр руки можно удалить вот этот десятый и девятый делит вот так все пойдет но вот здесь вот пятый значит переведем джи ну где-то какой-то седьмой смотрим чтоб мягче было это все дело и тогда рука вот это на седьмом она должна быть как бы наверно вперед подавать вот так хоп так а ну локоть а ну-ка джи выводим вперед вот прописка это кто тут чего тут ну это рука прям и он ну это дюжит он тут извивается так ищем косяк косяк у нас будет в тазе да раз удаляем полностью делит так вот эти тоже наверное середину удалим делит кисть какой-то кадр тут какая-то кость тут тоже значит заморачивается вот сейчас нормально только теперь удалим делик вот эту кисть удалим удалим анимации ключиц их нету так локоть тоже удалим так все персонаж замер теперь значит ловим его лошадь пошла вниз персонаж пошел вверх правильно или наоборот она вниз идет и он вниз а когда к верху тогда он подпрыгивает ну правильно так и прописка cfd прописка и посередине здесь опуск и прописка вот уже нормально так теперь разберемся по рукам это рука значит держится за седло на каком кадре на первом на последнем и теперь когда он значит поднимается так где он тут раз у кисть руки тоже черт его знает да так и значит поводок это значит это значит g записка вот вот теперь верю переход поставим 12 кадров да уже помягче лошадь летит так вот вот она рука это не есть хорошо так вот она рука отключим видимость костей и значит ее r g а ну-ка r g вот так сделаем прописка и тогда вот эти кадры удаляем так но лошадь то тоже движется правильно и получается что где она опускается так это значит здесь он правильно держится здесь он раз и вот эта кисть должна пойти вниз о прописка вот здесь как-то резко все теперь получается и вот этот раз shift на конечный кадр а это тогда g на серединку а этот тогда g на первый ну вот уже прикольно так под пистолетом здесь вот пистолеты тоже выбираем значит наши вот эти пистоли через shift и смотрим тройка на нампаде раз здесь он подскакивает и вот здесь должны пистолеты значит r g тоже приподняться перекрутиться приподняться прописываем и тогда этот кадр предыдущий удаляем вот здесь тоже ставим а ну-ка чуть-чуть r а ну-ка здесь вот он на первом кадре вот здесь должны они раз и как бы назад так прописка ну и здесь на последнем shift d конечно переписываем ну вот чуть-чуть болтыха недостаточно так можно еще вот хвост лошади переписать чтоб нормально извивался мягче это дело чтобы слово то он что-то дергается из-за него такой вид что вот так нормально как хвост видишь как будто жопа прям вся дергается так ну вот такая информация теперь значит заходим в уже кнут выбираем нашего коня линкованного delete alt h и прописываем вот этот файл файл save as значит там бой на коне ну допустим на коне голуб голуб все у нас теперь будет видите две анимации вот он персонаж скачет возможно вот такая штука так ну на этом все всем пока если кому-то интересно как это дело по пути будет в локации да ну смотрите ролики в следующий раз сниму наверное все всем пока